Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим про бешенство. Для некоторых людей это какая-то экзотическая болезнь, и где-то она происходит в других странах, не у нас, то есть не рядом с нами. А некоторые думают, что бешенство это когда собака сходит с ума от того, что ей напекло солнце, или ее неправильно покормили, перекормили, она сбесилась и стала бешеной. Но на самом деле бешенство это инфекционное заболевание, то есть оно возникает из-за вируса, специфического вируса, который вызывает бешенство. Более подробно вы о вирусе можете узнать из других источников, мы на этом останавливаться не будем. Мы с вами поговорим о том, чем же опасно бешенство, как человек или животное заражается им, и поговорим о том, как нам уберечься от него, то есть методы профилактики. Опасность бешенства в том, что нет лечения. То есть если проявляются симптомы, все, это смерть. Смерть животного, смерть человека. Симптомы проявились, все, остаются считанные дни до гибели. Передается бешенство через укус. Ну, чаще всего через укус или через поврежденные слизистые оболочки кожи попадает слюна, в которой содержится вирус, и потом вирус размножается в месте укуса, и по нервным волокнам стремится попасть, начали к спинному мозгу, потом к головному мозгу, там размножается, и потом опять же стремится по нервным волокнам уже попасть в слюны и железы. И цикл, получается, замыкается. То есть животное заражается, или человек, и пытается передать опять же через укус этот вирус. То есть вирусы не настолько глупы, они тоже как бы заботятся о выживании. В природе все сделано как бы с умом и продумано. Симптомы, ну, чтобы проявились симптомы, нужно, чтобы прошло определенное время от укуса. И это называется инкубационный период. И этот инкубационный период зависит от многих факторов. Но самая большая зависимость – это от места укуса. Чем ближе укус к голове, тем быстрее проявятся симптомы, потому что меньший, короче, путь вирусу и головного мозга. И чем больше тканей нервных в месте укуса, тем тоже все разойдется быстрее. Ну, к примеру, если укус будет в области икроножной мышцы в ноге, то вообще может заболевание развиться, а может развиться через несколько месяцев или даже лет. Ну, по некоторым данным, бешенство проявляется после укуса от 7-10 дней и до нескольких месяцев, а по некоторым данным и лет. Вот, если укус в области кисти, шеи, лица, то все проявляется быстро, потому что путь недолгий до мозга. Кто виновник бешенства? Ну, чаще всего это дикие животные, либо наши домашние собачки-кошки. У нас, в нашем регионе, самые опасные, это лисицы, енотовидные собаки, ежи, барсуки. Вот, и может быть кто-то другие, кого-то я, может, забыл, но в основном болеют все теплокровные. Вот, опасность представлять могут даже те ежики, которые мы привыкли кормить и подкормить на даче. Сейчас сезон как раз начинается. В чем же опасность? А в том, что лисичка может поиграться, бешеная лисичка или зараженная. Может, ну, пытаться ежа съесть, естественно, он будет защищаться, на иглы попадет слюна, содержащая вирус, потом ежик попадает к вам, вы с ним играете, он делает защитную реакцию, ну, фыркает и выпускает иглы. Эти иглы могут травмировать вам кожу и, естественно, вирус, возможно, попадет человеку в кровь, ну, то есть в ткань. Все, вот так вот может легко пройти заражение. Также часто страдают охотники. Фотографируются с лисичками, с маленькими лисятами, разделывают листом, ну, или добычу. Тоже может быть заражение. Не рекомендую вам, друзья, подбирать маленьких лисят. Часто бывает ежат. Особенно дети возле посадки гуляют, там нашли какого-то лисенка или ежика, несут домой. Обычно здоровое животное стремится уйти подальше от жилища человека. А больное, конечно, может прийти к нам поближе к дому. Поэтому не рискуйте своим здоровьем. Что делать, чтобы не заразиться или как бы снизить вероятность заражения? Во-первых, нужно прививать животных своих. Собаку и кошку. Обязательно и кошку. Потому что какой-то стереотип сложился, что постоянно прививают собаку, а про кошку забывают. Но кошка, с точки зрения распространителя бешенства, опаснее, чем собака. Почему? Потому что собаку вы видите, когда гуляете с ней, в большинстве случаев, вы можете контролировать, что ее кто-то укусил, кто-то поцарапал, и принять меры. А кошка обычно гуляет сама по себе. И как бы принято, что кошка должна драться, особенно коты, в марте, весной. И к царапинам, укусам относится, как бы с улыбкой. Но, как я говорил вам, инкубационный период очень длительный. И кошку, например, сегодня укусил, бешеное животное. А симптомы могут проявиться через несколько месяцев. Вы уже и забыли, что кота кто-то укусил. А если будет вакцина, то 90%, что кот не заболеет, даже если укусит бешеное животное. То есть вероятность заразиться меньше. Ну, реально меньше, реально вакцина работает. Поэтому нужно вакцинировать своих животных регулярно. Раз в год приходить в учреждение ветеринарной медицины и проводить вакцинацию. Этим самым вы спасете жизнь вашему животному и обезопасите свою жизнь. Потому что часто бывает, что говорят, у меня кот сидит дома, никуда не ходит, я его прививать не буду вообще ни от чего. Но никто не застрахован от того, что кот упадет с окна или выпадет с балкона или выбежит через двери. То есть может встретиться с больным животным. Если кусают вас, вот кусило животное, непонятно, что за животное. Конечно, нужно рану вначале обработать. Обрабатывают раствором мыла, обычного советского мыла. Почему им? Потому что оно меняет плаш, и щелочь убивает вирус. То есть есть вероятность того, что большинство вирусов погибнет, не сможет развиться в месте укуса. А если обрабатывать спиртом, как мы привыкли, или водкой заливать, то это наоборот разрушит естественные барьеры, механизмы организма. То есть вирус еще быстрее проникнет туда, куда ему надо. Ну, потом, конечно, собирайте данные, как можно больше, кто укусил, что за собака, или дикое животное. Ну, в общем, нужно как можно больше узнать о том объекте, который нанес травму. И потом идете как можно быстрее в больницу. Там же вам окажут помощь. То есть в зависимости от травмы, какая травма, какой укус был, назначают или просто обработку раны, или принимают вакцинацию, монобобулины. То есть все зависит от того, какой укус, какая травма, и в каком месте. Друзья, чтобы сократить вероятность заражения, уменьшить, обязательно прививайте своих животных. И делайте это регулярно. То есть ежегодно делайте прививку и не контактируйте с животными во время охоты или где-то на отдыхе, особенно если видите, что животное неадекватное. Потому что может быть такое, что животное больное, и никто вам не скажет, даже опытный ветеринар не скажет, что оно больное или не больное. Оно может вести себя не обязательно агрессивно. Просто вирус изменяет, нарушает мозг, деятельность мозга, и проявления бежества могут быть различные. Это мы привыкли как стереотип такой, что обычно агрессивное животное. Нет, оно может быть не агрессивным. Может быть наоборот ласковым, или просто в депрессии, но быть зараженным. И что важно, забыл, может быть такое, что животное уже болеет, то есть вирус уже есть в слюне, но никаких симптомов. То есть тоже надо учитывать. В общем, друзья, может быть, что-то забыл, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok